28 ноября в Ашхабаде Туркменистана состоялся 15-й саммит Организации экономического сотрудничества. В работе саммита приняли участие основатель мира и национального единства лидер нации президент Республики Таджикистан уважаемый Эмумали Рахмон, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Исламской Республики Иран Саид Ибрагим Раиси, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Туркменистана Гурбангулы Берды Мухаммедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиоев, президент Турции Раджеп Таиб Эрдоган, президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви, премьер-министр Республики Казахстан Оскар Мамин и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусраф Нозерим. В начале своего выступления президент страны уважаемый Эмумали Рахмон поздравил президента Туркменистана уважаемого Гурбангулы Берды Мухаммедова с успешным совершением его председательства Организации экономического сотрудничества и поблагодарил его за организацию мероприятия на высшем уровне. Лидер нации уважаемый Эмумали Рахмон выразил уверенность, что нынешняя встреча, которая состоится в день Организации экономического сотрудничества, станет важным шагом на пути к дальнейшему развитию и укреплению многопланового сотрудничества. В начале своего выступления президент страны остановился на остром глобальном социальном, экономическом и финансовом кризисе, вызванном интеграцией COVID-19, и выразил надежду, что результаты сегодняшнего саммита помогут использовать потенциал организаций для преодоления последствий пандемии и обеспечения устойчивого развития в регионе. Анализируя состояние торгово-экономического, сотрудничество между странами-членами организации как фактор быстрого развития региональной экономики, президент страны уважаемый Эмумали Рахмон подчеркнул, что торговля между странами-членами организаций составляет только 8% их общего товарооборота, что отражает недостаточное использование торговых возможностей между государствами. Президент страны уважаемый Эмумали Рахмон в целях расширения торгового сотрудничества в рамках организации предложил принять конкретные меры по устранению существующих карантинных ограничений на транспорт и транзит, а также тарифных и нетарифных торговых барьеров.